В данном сегменте мы обсудим ключевые слова static и inline. Однако начнем мы с обсуждения глобальных перемен. Глобальные переменные — это переменные, которые определяются вне функций. Доступ к таким глобальным переменным можно получить из любой точки программы. То есть в любой части программы можно написать код, который работает с глобальными переменными. Для того, чтобы объявить глобальную переменную, нужно указать ключевое слово extern, которое указывает, что это именно объявление. Тип и имя глобальной переменной. В данном случае объявляется глобальная переменная типа int с именем global. Наличие объявления глобальной переменной позволяет писать код, который работает с данной глобальной переменной. То есть можно написать функцию, внутри которой данная глобальная переменная инкрементируется. При каждом вызове функции эта глобальная переменная будет увеличивать свое значение на единицу. Для того, чтобы написать определение глобальной переменной, нужно просто указать тип, имя и инициализирующее значение То есть так же, как это происходит для локальных переменных, с одной лишь разницей, что локальные переменные определяются внутри функций, а глобальные снаружи Если опустить инициализирующее выражение, то данная переменная будет проинициализирована нулем В отличие от локальных переменных, для которых это не гарантируется, то есть значение локальной переменной, у которой нет инициализирующего значения, не определено Для глобальных же переменных такая гарантия есть, однако не стоит этим пользоваться Из соображения хорошего стиля разумно всегда инициализировать глобальные переменные, даже если хотите проинициализировать их нулем, просто можно указать, что равно нулю В этом случае всем, кто читает ваш код, будет понятно, что данная переменная изначально инициализируется нулем Время жизни глобальной переменной начинается при запуске программы В этот момент происходит инициализация всех глобальных переменных И заканчивается при выходе из программы, когда уже никакие переменные не существуют Объявления и определения глобальных переменных работают так же, как работают объявления и определения функций То есть может быть много объявлений, но должно быть только одно определение Такое определение должно быть в какой-то из единиц трансляции И тогда в этой единице трансляции будет выделено место под хранение этой глобальной переменной Если так окажется, что в вашей программе есть несколько определений одной и той же глобальной переменной, то на этапе линковки произойдет ошибка. То есть окажется, что у вас есть несколько единиц трансляции, которые выделяют память под одну и ту же глобальную переменную, и непонятно, какую из них выбрать. Поэтому объявление глобальных переменных разумно хранить в заголовочных файлах. То есть это можно прямо переместить в заголовочный файл и подключать. А определение глобальных переменных должно быть в файлоскоду, в cpp-файлах. Многие, наверное, из вас слышали, что глобальные переменные — это зло. Действительно, у глобальных переменных существует достаточно много проблем. Давайте перечислим основные из них. Первая такая проблема — это проблема с масштабируемостью. Если ваша программа завязана на глобальные переменные, то ее достаточно сложно масштабировать. Например, пусть у вас есть некоторая библиотека, которая реализует базу данных. Эта библиотека использует глобальные переменные. Теперь, если вы захотите использовать две независимые базы данных в вашей программе, то вам придется бороться с тем, что эти два экземпляра баз данных, они будут работать с одной и той же глобальной переменной. И таким образом будет происходить коллизия. Наличие глобальных переменных мешает масштабировать, включать одну программу в другую. Аналогичные проблемы возникнут в том случае, если вы хотите сделать ваше приложение многопоточным. Любое обращение глобальной переменной придется окружать синхронизирующими примитивами. Для того, чтобы не получилось так, что разные потоки одновременно обращаются к одной глобальной переменной. Вторая проблема — это побочные эффекты. Наличие глобальных переменных позволяет писать функции, которые имеют побочный эффект. И значение которых, результат которых зависит от того, какое сейчас значение глобальных переменных. То есть в принципе обычно функция, в математическом понятии функция, она всегда выдает одно и то же значение при одном и том же наборе аргументов. То есть если мы передадим функцию квадратного корня значения 2, то она всегда будет выдавать в качестве результата корень из 2. Однако наличие глобальных переменных позволяет писать функции, значение которых может быть различным, несмотря на то, что мы в них всегда передаем один и тот же набор аргументов. За такими функциями достаточно сложно следить и сложно контролировать, кто и когда изменяет эти глобальные переменные. Дело в том, что любой код может изменить глобальную переменную. То есть любой код в любой момент может не только прочитать эту глобальную переменную, посмотреть, какое значение, но и изменить. А это может повлиять на весь код, который с этой переменной работает. И третья проблема, тоже довольно серьезная, заключается в следующем. Стандарт не специфицирует, в каком порядке глобальные переменные будут инициализироваться. То есть внутри одной единицы трансляции, действительно, глобальные переменные будут инициализироваться в порядке определения, то есть сверху вниз. Но если у вас есть несколько глобальных переменных в разных единицах трансляции, то порядок их инициализации никем не определен. Например, можно предположить, что где-то в другой единице трансляции, в другом файле, есть некоторая глобальная переменная. Это глобальная переменная, объявленная где-то в дне функции. И можно изменить инициализацию нашей глобальной переменной global так, чтобы она инициализировалась, например, значением 10 плюс значение переменной g. В зависимости от того, в каком порядке будут инициализироваться эти глобальные переменные, мы в одном случае проинициализируем переменную global с значением 60, а в другом случае проинициализируем переменную global с некоторым непонятным значением. Если так получится, что сначала будет инициализироваться переменная global, а потом и переменная g, то мы проинициализируем переменную global с значением 10 плюс некоторое значение неинициализированное, то есть значение ячейки памяти до того момента, как она прошла инициализацию. Таким образом, мы получим неопределенное поведение программы. И главное, что такие вещи очень плохо предсказуемы. Они могут зависеть от того, как компилятор при последней компиляции расположил глобальные переменные в секции инициализации. То есть как-то повлиять на это очень сложно. Есть и некоторые другие проблемы. Можно поставить здесь многоточие. В общем случае, конечно, использование глобальных переменных стоит избегать. Наличие или необходимость наличия глобальных переменных в вашей программе означает, что у вас есть некоторые проблемы с дизайном. В общем случае глобальных переменных в программе быть не должно, ну или почти не должно. И если уж вы какие-то глобальные переменные добавляете, то это должны быть какие-то вспомогательные вещи, от которых ничего не зависит, и чтобы всегда было понятно, где, кто, когда и какой код конкретно обращается к этим переменным, когда изменяет, код должен быть немногопоточный, ну и так далее. То есть чтобы избегать всех этих сложных проблем и сложных решений, которые необходимы для решения этих проблем, следует избегать глобальных переменных. Продолжение следует...